Постараюсь без долгих предисловий. Очень много интересного у меня есть, что рассказать, что показать по девопсу. Но нам надо действительно заканчивать LP, поэтому возвращаемся к этому LP второму и идем по его программе. Вы не поверите, но это опять антилизация CIS-V. Я не знаю, почему LP до нее докопался. Я вам сейчас покажу на сайте. Они до сих пор продолжают разбираться с ней и просят нас с ней быть знакомыми. Вообще это, конечно, разумно с той точки зрения, что современная система антилизации пошла своими корнями от CIS-V. Но, тем не менее, не знаю, зачем они до сих пор продолжают. Набросал маленький слайдик. Крубо говоря, у нас CIS-V с вами были в Ubuntu до 2006 года. То есть, ну, очень давно. И в CentOS 5, который на сегодня уже вообще деприкейт не используется. Но, тем не менее, мне пришлось его поставить в виртуалку, чтобы что-то в нем показать. Затем был у нас промежуток с Upstart. И сейчас у нас уже несколько лет используется SystemD. Upstart, наконец-таки, они выкинули, насколько я вижу из программы. Про него в этот раз говорить не будем, а сейчас будем заново пробегаться по нашему CIS-V. Чтобы долго сейчас в файловой системе не мучиться, я вам сразу покажу основную картинку, которая нам нужна. У нас все инициализационные скрипты, все скрипты, которые запускают сервисы, демоны, приложения, все что угодно, они находятся в директории etc, rcd, initd. rc это run commands directory, то есть директория с командами запуска, в ней есть директория инициализационные скриптов, и там все лежит. В путаницу добавляет то, что у нас есть в директории etc еще initd, сразу здесь на том же уровне в etc, который является просто ссылкой на директорию initd внутри etc, rcd. Есть у нас еще куча ссылок etc, rc0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d, которые в свою очередь являются ссылками на директорию, которая находится в директории etc, rcd. В этой директории есть куча-куча скриптов, которые по сути являются просто ссылками вот сюда вот. Я это вам начертил, чтобы мы не сошли с ума, когда мы сейчас будем это все делать в файловой системе. Сделайте себе скриншотик, не знаю, посмотрите. Мы сейчас это все посмотрим в консоли. В консоли нам будет с вами смотреть не очень просто, потому что у меня CentOS 5, я его установил, но для него уже никакие репозитории не работают, никакие пакеты, ничего для него нету, поэтому я не могу так просто взять и установить на него SSH, подключиться к нему через удобную красивую консоль, поэтому будем работать прямо непосредственно в виртуалке нашей. Итак, у нас есть с вами директория, как я и говорил, etc, вот она. И в этой директории у нас есть куча всего. Так как у нас куча всего, я не могу это удобно отображать, я вам скажу, давайте посмотрим все. Что имеет отношение у нас, ну слава, скажем, к RC. И мы видим, что у нас то, о чем я говорил. Если у нас слева буковка L, это значит, что это у нас линк. Вот у нас в директории etc есть rc, который является, в свою очередь, ссылкой на скрипт, который лежит в директории rcd, там так же он называется. Вот у нас есть куча вот этих вот rc0, rc1, rc2, которые ведут точно так же в директории rcd, и в ней есть свои вот эти вот поддиректории. Возвращайтесь к лаиду, смотрите на него. То же самое давайте погрепим по init. Греп у нас просто отображает на выводе то, что мы скажем. И вот то же самое мы с вами видим. У нас есть с вами линк init.d, который ведет туда-то, туда-то, туда-то. Самое важное, что нам здесь может пригодиться, давайте лессом посмотрим файл init.tab. В нем у нас находятся все настроечки. Итак, вот у нас init.tab. Мы можем здесь стрелочка вверх-вниз поездить в этой консольке. И он, в принципе, хорошо описывается. Все, что нам здесь сейчас нужно знать, то, что вот здесь по умолчанию у нас сейчас используется run level 3. Про run level мы с вами уже говорили. Это уровни запуска. На каждом уровне запуска выполняется что-то. Уровень запуска 0 это у нас halp, который, по сути, просто выключает систему. Это single user mode. Прилегированный режим, в котором мы можем работать только из-под одного нашего суперпользователя. Потом у нас есть мультиюзер режим, потом режим мультиюзер с сеткой и так далее, и так далее. Графический режим, перезагрузка. Вот четвертый у нас в данном центре не используется. По умолчанию используется у нас третий. Full multi-user mode. Мы можем прямо здесь все поменять. Тут, видите, они нам наверху рекомендуют не ставить 0, чтобы он постоянно не выключался. То переключение будет просто сразу выключаться. Я никогда этого не делал. Надо попробовать смотреть, что получится. И шестерочку, иначе он у нас пойдет в цикл перезагрузки. Я хочу попробовать... А, ну мы же в лессе находимся. Ну ладно, давайте сначала прочитаем, потом разберемся. Дальше. Из интересного у нас здесь есть вот здесь вот system initialization. Что выполнять, когда система initialизируется. Вот у нас самый первый скрипт, который будет выполняться по этому пути. Дальше он показывает, на каком левеле у нас что будет выполняться. Пожалуйста. Вот мы смотрим. Также у нас здесь из интересного. Допустим, на сочетание клавиш control delete, что должно происходить. Видите, по умолчанию у нас centus уходит в ребут. Дальше у нас есть интересные настройки. Что делать, если UPS нам сказал, что кончилось питание от сети. Мы работаем на батарейке. Можно запустить процесс shutdown. Вот он автоматически начнет выключаться. И если в течение этого процесса shutdown у нас энергия восстановилась, он этот процесс отменит. Используется обычная команда shutdown. Ну и если вы не знаете, посмотрите, какие есть ключи у shutdown. Что такое за команда reboot, что такое команда halt, что она такое делает. Мы сейчас об этом не говорим, но полезные знания. Дальше у нас он здесь запускает на стандартных всех run-level'ах minimal getty. Это такой терминальчик. Задача, которая заключается в том, что он позволяет пользоваться логиниться. То есть он получает имя пользователя и отправляет его уже дальше в команду, логин и так далее. Такой минимальный терминальчик. Ну и в run-level'е пятом, который у нас графикой, запускаются иксы нашей графической системы. Значит, так я это сделал. Все посмотрел в просмотрщики лес. Давайте мы с вами отредактируем init-tab. И скажем, что по умолчанию он у нас с вами загружался. Ну, скажем, в сингл-вьюзер поставить. Графики у нас не стоит. Ну да, бессмысленно. Давайте прямо вот в единичку его, допустим, по умолчанию пусть запускается. Сохранил. Пока перезагружать не буду. Пока посмотрим, что у нас еще есть. Мы можем командой run-level посмотреть, какой у нас сейчас уровень. Блин, очень удобно, что у меня вот здесь слева так плохо пишут. Здесь у нас сейчас буковка N стоит. No. То есть, никакого run-level не было. Сразу после включения мы попали в run-level третий, который full user mode. Мы сейчас можем сказать, что мы хотим переключиться в какой-нибудь другой run-level. Например, в multi-user без сетки. Так как я сейчас сижу не по SSH, я могу легко это сделать. Для этого используется команда tellinit. Нужно сказать, что раньше у нас был init, который, по сути, это мощный процесс, который выполняет все эти действия. Tellinit это такой минимальный процесс, который просто говорит init, как инициализироваться. По сути, сейчас у нас работает и init, точно так же, как tellinit. То есть, можно написать init 2, точно так же, как tellinit 2. Но это только потому, что у нас в init добавили функции обработки вот такого вызова их. По-хорошему нужно делать tellinit, допустим, 2. Только не tellinit, а tellinit. И вот мы переключаемся сейчас во второй run-level. Он у меня выполняет все скрипты. И мы сейчас заново посмотрим, где они лежат. Мы это все уже делали. Он меня тут ругается, потому что я пытался поставить гостевые инструменты VirtualBox. И для этого у него нет вообще ничего. Он ничего не может ниоткуда скачать. Он сходит с ума уже. Даже в гостевых инструментах нет поддержки ядра такого, который у нас в центре спят. Но, в принципе, не страшно. И пишем сейчас ему снова run-level. И видим то, что мы были в третьем уровне. Сейчас оказались во втором уровне. Давайте попробуем, скажем, ну, reboot. Вот он сейчас по умолчанию, видите, init говорит то, что мы переключаемся в run-level 6. Вот можно заметить здесь еще. Run-level 6 это у нас перезагрузка. Выполняется куча скриптов, которые нужны для перезагрузки. И так как мы с вами поменяли в initabi режим загрузки по умолчанию на единичку, я надеюсь то, что он сейчас в него загрузится. Вообще это все, конечно, сейчас очень такая устаревшая историческая информация. Поэтому мы в ней особенно разбираться не будем. Вот у меня пошла загрузочка. Все сигналы пробежали. Вот он просылает все необходимые сигналы. Можем посмотреть здесь сейчас командой run-level, куда мы с вами попали. И мы с вами из run-level 1 попали в нашу текущую оболочку. То есть сейчас вот мы с вами находимся в режиме суперполис или по умолчанию. Давайте я отредактирую init-tab, потому что не очень удобно нам сейчас в этом режиме будет что-то делать. И скажем, чтобы он у нас вернулся по умолчанию в троечку. Так он покрасивее себя ведет. А вообще можем прямо отсюда перейти в tlinit3. Чтобы не перезагружаться, не ждать, когда он загрузится по умолчанию. И он сейчас у нас должен выключить текущий терминал. Все, что нам нужно остановить, все, что нужно запустить. Так, пока он это делает, будем разбираться сейчас с нашими директориями. Итак, я говорил, что у нас есть директория etc-rcd. И в ней куча линков цифрами. Давайте сначала пойдем в нашу корневую директорию. Значит, cd, etc, rcd. Посмотрим, что в ней есть. В ней у нас, вот вы видите, синенькие, это у нас такие директории. Настоящие реальные директории. Мы можем с вами заглянуть в директорию. Давайте прямо в нее зайдем. init.d И в ней огромное количество скриптов. Это скрипты, которые у нас используются для запуска чего-либо. Вот у меня здесь должен быть virtualbox.add. Вот этот вот. Давайте попробую, посмотрю, лесом, что он у нас делает. Rebox.add. И вот здесь у нас обычный скрипт стартовый. По-моему, даже когда-то давным-давно разбирались, как такие вот писать скриптики для старта. Здесь указано то, что на каких уровнях запуска ему по умолчанию запускаться, на каких уровнях запуска по умолчанию останавливаться, есть ли у него какие-то зависимости для старта, для стопа и так далее. По сути, это просто большой скрипт такой башевый. Кто баш знает, я думаю, все у вас уже его знают баш, могут разобраться, как этот скрипт работает. То есть диктория init.d у нас с вами вот куча-куча скриптов. Выйдем на уровень выше. И вот у нас здесь с вами есть, видите, RC0, RC2, RC3. Их плохо видно. Не хочу я цвет менять. Это RC0, RC1, RC2 и так далее. Зайдем в какой-нибудь из них любой. Давайте вот мы сейчас в третьем находимся. RC3.d. И здесь у нас с вами таким приятным голубеньким светом отображены ссылочки. Это просто ссылки. Мы это опять же уже говорили, я просто напоминаю. Те ссылки, которые начинаются с K, это kill, убить. Те, которые начинаются с S, это start. То есть, по сути, у нас вот этот скрипт, он 25-м по очереди киляет сквит, если сквит запущен. И так он вот все киляет. А потом все стартует в каком-то порядке. То есть, вот 10-м он стартует сетку, не знаю, 90-м он стартует крон-демон и так далее. То есть, у нас, по сути, все эти директории, RC0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, они все выполняют действия какие-то с теми скриптами инициализации, которые у нас уже есть в initd. Стартует что-то запускает. То есть, если мы с вами перейдем, давайте выйдем на уровень выше. Если мы с вами посмотрим, скажем, RC0, который у нас является выключением, здесь вы видите, он все киляет. То есть, он киляет все скрипты по очереди, в основном букв в КК. Потом он выполняет kill all, а потом он выполняет halt. То есть, он вообще все убивает и выключает систему. Если мы с вами посмотрим, а, кстати, интересно посмотреть 6D, как их выглядит. В 6D он делает все то же самое, только в конце вместо halt команда reboot. То есть, тоже все по очереди сервисы киляет, а потом перезагружается. Чтобы особенно много не распространяться, я вам еще покажу, наверное, ссылочки, чтобы вы посмотрели вот этот RCC Synit. RCC Synit это такой один из основных скриптов. Он одним из первых выполняется, инициализирует систему для запуска RClocal. Это он выполняется одним из последних. Туда обычно запихивают что-нибудь, что вы хотите сами, чтобы запускалось. Так, кастомизировать систему и так далее. Я вам ссылочку брошу, прочитайте, что это такое. Можно поизвращаться, просто попереименовывать K в S. Но я думаю, не будем это делать в бессмысленной трата времени. Вы можете сами попробовать для любого из ваших run-level взять и что-нибудь поменять. Хотя можно и попробовать. Давайте посмотрим. Скажем, у нас есть команда checkconfig. Checkconfig в Centase, которая нам показывает, что у нас есть. Есть, допустим, лист. И он нам показывает, в каком у нас run-level какие службы, в каком находятся состояния. Я могу это все опять гребнуть. По-моему, wixbox add. И вижу то, что у меня вот этот сервис по умолчанию выключен на первом и втором. Во втором, третьем, четвертом, пятом run-level он включен. То есть, по сути, мы сейчас можем командой checkconfig, а можем попробовать сейчас. Очень неудобно мне это будет делать. Давайте попробуем сейчас вот здесь поменяем, в run-level 2. Заходим в RC2D. Вот у нас здесь куча ссылок мы видим. И я вижу, что я могу, допустим... Вот я вижу, у меня 92 свободный. Между 91 и 95 у меня свободный 92. Можем, наверное, даже и не так сделать. Я возьму и вот этот вот wixbox add переименую. s10.vbox add. Я переименую в k10.vbox add. То есть, по сути, я старт скрипт просто превращаю в kill скрипт. Я ничего не меняю в содержимом скрипта. Я просто старт меняю на kill. Как вы видите. Снова проверяем checkconfig list.vbox add. И видим то, что у меня во втором run-level, потому что я сейчас находился в директории RC2D, во втором run-level у меня он стал off. Вот и все. Вот так вот просто и банально это все работает. Понятно, что вот так вот руками ходить туда ссылки, менять с s на k, с k на s, это идиотизм. Поэтому мы можем просто сказать команде checkconfig, что мы хотим сделать. У нее куча ключей. Так как я уже центусом пятым тысячу лет не пользовался. Вот у нее синтаксис. Мы можем сказать checkconfig на уровне level 2. Включи службу vbox add. vbox add. Пробуем. Так, я checkconfig неправильно написал. Снова проверяем list vbox add. И вот она стала он. Вот она, ball off. Вот она стала он. То есть через checkconfig мы могли вот так управлять. Из интересного здесь есть еще reset и reset priorities. Reset он просто сбрасывает службу на те значения, которые у нее есть по умолчанию в инициализационном скрипте. А то, что мы там пару раз, пару минут назад открывали инициализационный скрипт, и там вначале было написано, в каких run-level запускаться по умолчанию и так далее. То есть если мы здесь командой checkconfig или переименованием что-то сделали, мы вот этим reset можем сбросить на те значения, которые есть в инициализационном скрипте. Также в инициализационном скрипте у нас есть приоритеты. Я там только что показывал зависимости. Зависимости для старта, зависимости для стопа. Если кто-то что-то где-то нахреначил и поменял эти зависимости, вот этот reset priorities поможет эти зависимости вернуть в обратное состояние, в значение по умолчанию. В принципе, мне кажется, это исчерпывающее на эту тему. Вы видите, мы можем здесь вообще вырубить на всех run-level, мы можем добавить что-то в автозагрузку, удалить что-то из автозагрузки, все что угодно сделать. Наверное, ну хватит нам про CSV говорить. Нужно только сказать, что в Ubuntu вместо checkconfig есть update команда rc.d, которая делает по сути то же самое. Не буду я для этого ставить древнюю Ubuntu, что пока это работает. Я надеюсь, я это показывал лет 6 назад, когда мы говорили про вот эти все вот старты в стиле CSV, и они тогда уже были устаревшими. Все, хватит, удалю сейчас CentOS 5 сразу после этого, после записи. Ну и напоследок, чтобы вам было что-то почитать, если вдруг вам скучно, почитайте про кольца защиты. Это аппаратные такие штуки, которые есть на уровне процессора. Я, кстати, не уверен, что они там до сих пор остались. Наверное, до сих пор остались. Но это так очень давно было. В общем, есть кольца защиты процессора, которые прям вот физически на уровне процессора разделяют уровень выполнения чего-то. То есть тут находится драйвер устройств, здесь находится приложение, здесь находится операционная система. И вот Linux, он умеет работать на этих разных кольцах защиты. И если я не ошибаюсь, когда-то это было тесно связано с ран-левелами. То есть какие-то приложения выполнялись прям в каких-то ран-левелах именно на определенных кольцах, тем самым давая максимальные привилегии и, наоборот, защищая от максимальных привилегий. То есть есть некая корреляция между вот этими вот приложениями, операционной системой и непосредственно аппаратной поддержкой на уровне процессора. Ссылку тоже на Википедию дам почитать. Ну, вроде справились мы с древним таким заданием. Я надеюсь, что силы вернулись ко мне. Я сейчас буду продолжать уверенно. Просто там несколько таких скучных у нас осталось видео подряд в этой теме, которые мы уже проходили. Нужно просто немножко подробнее про них поговорить. Но некоторые из них настолько устаревшие, что прям даже как-то скучно о них разговаривать. Есть вещи поинтереснее. Но я надеюсь, что мы так смогли освежить эти знания. Так что спасибо, что смотрели.